Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ, студия Наталья Хохлова-Покровская. Наш телефон 737-7310. Он у вас на экране в углу. Запишите его и звоните. Сейчас у вас есть 30 минут времени. Вы можете обращаться к нам с вопросами в студии. У нас сегодня Анастасия Федоровна. Вы знаете, что можно коротко сформулировать вопрос и, назвав день, месяц и год рождения, получить какой-то небольшой ответ. А если вам нужна более развернутая консультация, то на экране контактные телефоны. И вы можете позвонить после эфира, минут через 40, и узнать, как записаться или как проконсультироваться у Анастасии Федоровны. Анастасия Федоровна, кто чаще всего сейчас приходит с какими проблемами? Поэтому можно судить вообще, что беспокоит людей. Вот взрослые с чем приходят чаще всего? Взрослые приходят невезение по работе. Угу. Все ищут работу и что-то не получается, да? То есть мы можем сказать, что какой-то момент безработицы вы ощущаете по настроениям, да? Не только что невезение. Вот ищут работу. Угу. Но вот на работу не везет. Вот. Он хочет делать одно, а получается совсем другое. Не везет, чтобы там больше торговли, чтобы везение было на торговлю, чтобы было. Ну, может быть, он такой неумеха? Да. Нет. Почему? Раньше ему везло, а в последнее время что-то не везет. Что-то он уходит на дно. Вот с такой проблемой приходит. Очень много людей. И что же чаще всего у этих людей за проблема? Это сглаз, это порча, это что? Это по-разному. Есть, которые сглазили, может, порчу там послали, чтобы клиенты не шли к нему, а шли к тому шли. Конкуренты, то есть? Да, конкуренты такие есть, которые от этого вот... Хорошо. Одни ищут работу, которая бы была по душе и хорошо оплачиваемая. А с алкоголем как дела? С алкоголем это моя профессия. Я лечу таких людей очень многих, которые пьют, которые уходят тоже на дно. Есть люди, которые действительно, они работали на хорошую работу, были уважаемые люди, были, ну вот, испортились. Что-то там помешалось у них. Вот существует такой термин «подпоили». Что значит «подпоили»? Это как? Это «подпоили». Ну, это что-то было налито в стакан. Что-то было налито в стакан для того, чтобы этот человек... Чтобы не было алкоголиком, но чтобы он страдал. А другие делают действительно, чтобы он был алкоголик, чтобы он упал ниже. А там и семья разрушается, и не везет ему, и сам разрушает свою здоровье, разрушает. Все на его пути разрушается. Если его подпоили. Да, да. Вот пришла жена, предположим, да, принесла фотографию. Да? То есть достаточно фотографий? Да, достаточно фотографий. Ну, там, что нужно, я говорю по телефону, что нужно принести. Но вы говорили, что вы даже с ним можете не встречаться. Нет, я с ними не встречаюсь. Вообще с ними не встречаетесь? Нет, я не встречаюсь, потому что у меня такой секрет. Я не говорю свои секреты никогда. Да. И через жену контактируете с... Да. То есть вы дадете какие-то сборы, какие-то что-то есть, да? Это мой секрет. Опять секрет. Опять я утыкаюсь все время в секреты, да? Ну, жена приходит, она мне приносит то, что я прошу у нее. Я заговариваю, я делаю обряды, делаю. И вот это я все отдаю жене, она дома там наливает. Все делает, все как положено. Хорошо. А если у него уже больная печень, что делать? Ну, больная печень – это врачи. Это не моя профессия. Но то, что я могу, я берусь. Я могу его остановить, дать ему терпение. Ну, а посмотреть, что он уже болен чем-то, вы можете, да? Ну, я могу сказать, конечно. На что обратить внимание, что у него уже есть здоровье. Там поджелудочная у него больная, печень больная, там, сердце больное, почки больные. Если что-то вот это, я говорю, что там вы пойдете будете лечить то, то, то. А я лечу вам то, что я вижу. Что в моих возможностях. Хорошо. Наркоманы. Еще одна сегодня, это вот такая больная. Наркоманы, да, очень много. Чем они отличаются для вас от алкоголиков? Ну, алкоголики – это можно поправить его, можно исправить. А наркоманы очень тяжело. Это очень тяжело. Человек должен хотеть этого. Но я с ними не сталкиваюсь, я их не вижу, они меня не видят. Но я что делаю, мои обряды мои, вот что я делаю, через кого-то там, через брат, через сестру, через мать, отец. Кто ко мне приходит, я все делаю так. И действительно, я им помогаю. Но в течение 40 дней, там, 2-3 месяца, ну, я уменьшаю дозу. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, пока месяц доходит до нуля. Вот так. Я не могу сразу не запретить. Есть уже удачная работа с наркоманами? Есть те, которые… Ну, как вы думаете, столько лет я работаю, сколько людей у меня… Не, ну, бывает так, что пробуешь, 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 и это такое какое-то… Ну, вот это, потому что наркоманы – это очень тяжело. Ну, очень тяжело, да. У меня есть очень много. Они у меня… Есть другие, которые называют меня мамой, называют. Даже так, да? Да. После того, что я их вылечила, они уже работают. Ну, это даже, наверное, не вылечила, а исцелила. Исцелила, да, наверное. После этого проходит, там, месяц, два, год проходит. Ну, там, родители говорят, что вот эта женщина тебя спасла. Они меня называют «вторая мама». Ну, вообще, врачи говорят, что наркотики умеют долго ждать. И очень часто люди могут держаться, 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 а потом идет возврат. Был такой у меня случай. Было такое случай. Прошло три года, прошло… Другой мальчик был, прошло полтора года. Ну, они вовремя обратились, а я сразу остановила опять. Я не допустила, чтобы он дальше пошел. А можно им ставить защиту какую-то? Конечно, я ставлю защиту, ставлю оберег, ставлю для того, чтобы их берегло, чтобы защищать их от этих людей, которые вокруг них. У них же друзья есть, он же сам один не делает это. У них есть друзья, которые, ну, идем, что-то перестал, что-то нас забыл, что… Вот такое вот. Ну, я их защищаю от этих людей, от этих друзей, чтобы эти друзья вообще отвернулись от него, чтобы он отвернулся от друзей. В основе своей это окружение чаще всего, да? Да, окружение очень это… Ну, и наркомания, она же, в общем, это же удел молодых в основе своей. Ну, конечно. Большинство молодых. То есть приходит мама и плачется мама? От 14 лет выше идут. От 14, да? Ну, да, это тогда, когда мама уже заметила. Потому что начинают они еще, бывает, раньше. Просто когда уже мама замечает это все. Да, да, это и в школе они там делают, и там институт, там, где они учатся, там, где работают. Начинается по чуть-чуть, по чуть-чуть, если там есть наркоман, он может втолкнуть. Втянуть? Втянуть? Да, втолкнуть. Коль мы коснулись уже детской темы. Дети маленькие, вы до пяти лет принимаете детей бесплатно? Да, я принимаю детей до пяти лет. На первую консультацию бесплатно принимаю. А почему так вы решили для себя? Почему вы решили детей? Ну, я должна видеть, что это за ребенок, чем он, что его беспокоит, чем он больной, чем ему помочь. Ну, я смотрю, я говорю родителям, вот такое, вот такое, вот, что нужно для этого, чтобы вылечить. Если по моей профессии, я говорю, что это у меня. Если не у меня, я говорю, идите по врачам. Потому что это здоровье, это ребенок, это и взрослые, и дети. Я всем говорю, что вам нужно по врачам, если это не в моих силах. А если в моих силах, я говорю, что я могу вам помочь, если вы желаете. Дети, вот до пяти лет, чем тоже чаще всего, с чем вы сталкиваетесь чаще всего? Какие жалобы? Какие жалобы? Ну, есть испуг, сглаз. Есть нервные вот стрессы вот эти вот. Есть которые вот с Донецка, с Луганска. Дети там видели очень много, они травмированные, и они имеют в организме такой испуг, имеют такую нервную систему, там, разрушенную. И эти дети обязательно им нужно помочь. Ну, еще приходит косоглазие там. Косоглазие? Тоже лечите косоглазие, исцеляете от косоглазия? Да, еще есть заикание, которые заикаются. Есть дети, которые писают в постели тоже. И на рысники, да? Да, приходят такие. Многие приходят сейчас. Сейчас много приходят, да, людей? Да, да, очень много. Дети приводят с разными. Ну, потому что жизнь такая тревожная, наверное, и на детях сказывается. Да, на детей. Вот если там муж с женой разошлись, у детей очень большой стресс. И эти дети инурезники обычно. Да, эти дети очень беспокойные и не хотят учиться. И начинается ребенок, вот у него от стресса этого он начинает портиться. И этим детям не обязательно. Какое интересное, да, он начинает портиться, да? Это редкая такая фраза. Одиночество. Вот это, наверное, тема, которая, ну, постоянная у вас. Потому что мы говорили, немножечко касались слегка венца безбрачия. Вот одиночество. Одиноких много? Одиноких очень много есть, которые, там, вдова есть, тоже одинокая осталась. Ну, еще в молодом возрасте, да, достаточно? Да, ей тоже нужна пара, тоже нужна какая-то упора в жизни. Потому что молодая еще не чувствует, что она нуждается в упоре. А потом старость придет, она одна будет, ей будет очень тяжело. Будет. И нужна какая-то упора нужна. И не то, что для любви, но чтобы был человек рядом. Это очень хорошо. Очень часто ко мне такие люди приходят. Ну, и молодые. Мужчины или женщины? И мужчины, и женщины. А кто чаще приходит? Женщины. Женщины, да? Ну, есть мужчины, которые приходят, часто приходят у меня. У меня почти в неделю три-четыре мужчины приходят. Потому что или нуждается там поздоровление, или там соединять его с кем-то. Ну, у вас есть некоторые, которые пользуются вашими способностями, так скажем, уже годами. Это я знаю. Да, есть у меня, которые, да, они говорят с твоим знакомым. Вот такая женщина есть, она очень хорошая. У вас есть целая семья, я знаю, по-моему, даже в Германии. Да, да. Целая семья. Да, и в Германии, и в этом есть у меня, в Берлине есть. Потом в Италии есть, в Португалии есть люди. В Польше очень много. Очень много с Польши приезжает ко мне. Вот поэтому вас иногда здесь и не застают одесситы, да? Потому что вы гостите. Да, ну, я часто езжу в Иерусалим, езжу, часто еду по своей работе, там, в Плачтины еду, там, мне нужно, там, кое-что, там, поработать. Это уже опять мы касаемся секретов, поэтому Анастасия Федоровна так хитро улыбается и говорит, это по своей работе, по своей работе, да. Это свои какие-то дела. Я езжу в Москве. Это очиститься и подпитаться, да? Да, очиститься и подпитаться еще. У меня есть очень часто больные люди, молодые люди, больные, которые нуждаются в помощи, сильная помощь им нужна. Сильная энергия нужна для того человека, чтобы дать ему, чтобы он действительно стал так, как положено. И у меня же мужчины приходят такие, которые бесплодие, женщины приходят тоже бесплодие. И, да, я должна ехать к Матушке Матриона в монастырь. Я езжу в Иерусалим за таких людей, которые бесплодие. В Румынию есть такой монастырь Святой Поросковьи. И я для таких людей там ставлю такие, заказываю молитвы такие, которые именно для бесплодия. И именно для конкретных людей, да? Именно для конкретных людей. Ну, все люди, которые приходят бесплодия. Ну, я имею в виду, что те, которые к вам пришли, именно для них молитвы. Да, именно для таких людей, которые бесплодие. Дать им ту помощь, дать им то, что им положено. Потому что эти люди, которые бесплодие, на них или проклятие, или родовые проклятия по наследству, или там порча, или сглаз. За это у этой семьи не бывает детей. Не то, что она бесплодия. Она нормальная, она здоровая, и он здоровый. То есть врачи не знают, что с ними делать, да, в этот момент? Да, врачи не могут, они просто... Ну да, то есть если два более-менее здоровых человека, а почему не происходит чудо, никто не может объяснить. Не могут, потому что они видят, что это просто размахает. То есть не медицинские показания. Да. Хорошо. Но, опять-таки, если вы видите, что здесь болезнь, вы отправляете к врачам. Но вы-то занимаетесь все равно не врачебной частью. Вы занимаетесь больше, так скажем, душевно-энергетической частью. То есть вот вы говорите, что я езжу туда, в монастырь, для того, чтобы усилить, энергетически усилить этого человека. Там заказываете молитву, там заказываете молитву. А где вы сами подпитываетесь? Ведь самой-то тоже надо и почиститься, и питаться? Ну, конечно, я езжу в Почаевский монастырь, езжу в Киевскую лавру, езжу тоже. Но я везде по чуть-чуть. Но у меня есть защита, которая по наследству, она перешла от свекра. Перешла. Он мне поставил защиту, поставил которой я защищена силой, энергией от мужчины. А что это свекр вам отдал, интересно, вот это? Ну, их на семье нет девочек. Ага. А я первая невестка была. Понятно. А передается девочкам, да? Да. А он был тоже мастер? Он тоже был? Он тоже мастер был, очень сильный мастер. А чего же сыну не передал? Сын не хотел заниматься. Понятно. И он видел, что я одаренная, у меня есть мой дар, который я могла работать. И видит, что есть кому передать. И он передал, он видел, что я смогу в дальнейшем работать и не буду позорить его. А как интересно, не буду позорить его, да? Фамилию. Да. Не буду позорить его фамилию. Еще один вопрос. Значит, мы проговорили чуть-чуть вот про детей, про испуг, про сглаз. Но бывает же так, что приносят совсем маленького ребенка. Вот кричит и кричит, кричит и кричит малыши совсем. Те, которые не могут ни рассказать, что они чего-то испугались. А что с ними делать? Таких тоже берете? Конечно, я беру. Я, конечно, сразу беру ребенка на руках. И я сразу вижу, что с этим ребенком. Может, вот гости пришли, там сглазили его. Может быть, даже не хотя? Не хотя, да. То есть не хотел человек. Вот есть же такие люди, которые даже не знают, что они могут сглазить. Да, есть такое, часто бывает такое. Есть что-то, его беспокоит внутри. Есть такая вот, как вам сказать, причина, которая не врачи... То есть это не болезнь, да? То есть это не болезнь, там ни живот болит, ни зуб, ни это вот. Нет, не могут определить. Это что-то вот, как родители по наследству переходят тоже. Или мама, когда ходила беременная, на чем-то наступило. Что-то, да. На чем-то наступило. И вот этот маленький ребенок, 3-4 дня, неделю, у него начинается вот это вот, тревожит его. А это просто заговорить надо, и ребенок будет расти здоровый, красивый, нормальный. И будут радоваться и бабушки, и дедушки, все будут радоваться. Хорошо. Вот что беременным? А ну дайте совет беременным. Вот вы сейчас сказали, наступило на что-то. Вот как себя вести беременным с вашей точки зрения? С моей точки зрения, что я могу сказать? Да, действительно, когда ребенок рождается, он рождается, может легкий, не дышать. Или не заплакал ребенок, не закричал. Потому что ребенок, когда рождается, он сразу должен кричать. Или там легкий у него не... Не открылись, не развернулись. Не открылись, не начали работать так, как положено. Или после рода, там прошло неделю-две, вот эти дети начинают страдать. Вот то время переходит на них, переходит. От мамы переходит на ребенка. Есть родовые проклятия, есть проклятие, которое было нанесло на эту женщину. Или что-то там кинули под порог, или у калитки что-то там приносили. И зависть, это сто процентов зависть. Завидуют, вот у них так получилось, живут хорошо, и ребеночек будет у них, и семья такая хорошая, благополучная. И от этого зависти даже лошадь может умирать. Ой, как хорошо, даже лошадь может умирать. Завистников много? Часто бывает. Часто, да? То есть вы когда смотрите человека, вы видите, что вот здесь зависть сработала. Да, зависть и соседка может завидовать, и подружка может завидовать. А что говорить за подружку? Подружка всегда забирает мужа. Да. Такое бывает очень часто. Понятно. Так что, как надо в том фильме ликвидировать всех подружек? Не всех, но знать кто как. Часто бывает такое, что подружка там дружит, 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 а в конце концов она открыла глаза, и ей понравился муж у подружки. И она его забирает, и она начинает с ним фиртовать. Что вы делаете в такой ситуации? Вы возвращаете его обратно? Ну нет, ну просто я... А вдруг этой подружке он по судьбе, с женой он был не по судьбе, так же может быть? Ну я не могу сказать, что не по судьбе, если они сошлись, они живут, у них там семья. Ну и что? Ну вот по молодости женился, и оказалось потом, что вот эта подружка, оказалась вот эта судьба, а вот эта жена. Хорошая, замечательная, душевная, но пожили, знаете, как вареные лягушки. И скучные им, и тоскливые им. Ну часто такое бывает. Бывает такое, что вот он открыл глаза, он увидел свою судьбу. И вот что вам делать? Вот сидит жена, рыдает, плачет, обливается слезами, верните мне мужа. А вы видите, что ему с этой женщиной лучше, чем с этой. Что делать? Ну я ей объясняю, что это не твоя судьба, все равно он уйдет от тебя. Чем раньше открыть глаза, чем лучше будет для семьи. То есть вы рискуете, она же обиженная от вас уходит. Ну, она же хочет от другого. Она должна решать свою проблему, она должна решать, потому что она должна видеть это все. Вот к чему мы с вами и подошли. Вот к главному мы и подошли, что вы не решаете их проблемы. Вы видите какую-то проблему и просто ее озвучиваете. Да, я ей объясняю, что ты должна открыть глаза, что этот человек не твоя судьба. Твоя судьба есть она где-то, она будет с тобой. Но ты должна открыть глаза, открыть дорогу к тому порогу, который твоя судьба. Понятно. И последнее, что я хотела сегодня еще вас спросить, это вот часто, особенно, наверное, молодые семьи иногда бывают ссоры, раздоры. Вы видите, что они по судьбе друг к другу. Но вот они притираются, вот у них первый год совместной жизни, и начинаются ссоры. Родители растаскивают, каждая семья по-своему там начинают. Вот этот момент притирки. Можно что-то как-то им помочь в этот период? Конечно, у меня было такое, бывает, часто бывает, что... Они любят друг друга все это вот, но просто ссорятся бесконечно, и так можно и до развода дойти. Там, может, свекровь не понравилась невестке. Может, она ее не любит, может, она ей не по душе, может быть. Может, она не так сделала, что она хотела. Может, она не подала так. И вот свекровь она начинает разрушить семью. Чаще свекрови или тещи? И теща бывает. Ясно. Но чаще кто? Ну, свекровь. А анекдоты больше про тещь. Наверное, потому что они... Ну, тещи это редко бывает. Теща, она видит все правильно, видит. Что она хочет, чтобы ее дочка жила нормально, что ее дочка не разошлась, чтобы она жила с своим мужем, чтобы у них было все как положено. А свекровь более ревнивая относится, да? Она любит сына. Она хочет, чтобы ее сын поднялся на какой-то уровне, что она недостойна ему. Много что есть. Очень часто бывает такое, что... Житейские истории. Да. Житейские истории. Ну, вот мы подошли к концу нашей программы. Будьте любезны, у вас на экранах номер телефона. Запишите. И единственная просьба, не звоните прямо сейчас, потому что дайте добраться Анастасии Федоровны до дому. А вот уже где-то через минут 40 вы можете звонить, и Анастасия Федоровна либо запишет вас на прием, либо что-то вам по телефону озвучит на ваш вопрос, свой ответ. А мы встретимся через неделю. Через неделю сможете позвонить опять в студию, задать свои вопросы, и Анастасия Федоровна будет на них отвечать. Спасибо, что были с нами. Удачи. Анастасия Федоровна